Девчат, всем привет! Записываю новый влог. Сегодня у нас суббота. Через 5 дней мне снимают швы. Вот, всё идёт потихоньку. Конечно, ещё жуткие отёки, синяки. Мне уже полегче. Ещё 2 дня мне пить антибиотики. Вот, всю неделю практически я сидела дома. Один раз выезжала на почту, и всё. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Эта неделя пошла мне явно на пользу. Я отдохнула, я ничем таким не занималась. По мере возможностей, да, там что-то приготовить абсолютно лёгкое. Не нагружала себя особой уборкой. Вот, поэтому... Да, сейчас поедем. Поэтому сейчас я быстренько выбежала в аптеку. И буду ехать домой. Выехала в аптеку, буду ехать домой. Вот, надеюсь, этот влог будет тоже интересным. Девочки, мне пришло ещё одно платье из H&M. Боже, оно такое классное, такое хорошее у неё качество. Обычное самое платье. Мне кажется, оно такое даже больше классическое. Это ровно по фигуре. И это у нас XS. Но вы знаете, я бы не сказала, что это XS. Я сейчас вам его померю. И вы можете посмотреть, что даже с учётом своего корсета сейчас, оно мне не в обтяжку. Очень классное. Вы знаете, я люблю такие простые, какие-то деловые, можно сказать, платья без лишнего, без какой-то вычурности. Платье берёт своим принтом. Или принтом, как правильно. Видите, такая розовая подкладка. Вот. Мне кажется, оно не будет мяться. Ткань приятная к телу. Ну, в общем, я безумно довольна. Сейчас вам продемонстрирую на себе. Девчат, вот это платье. Не обращайте внимания, у меня здесь корсет. Вот, видите, даже с учётом корсета, оно не в обтяжку. Оно свободно на мне. Учитывая, что я надеюсь, что недели через две я уже сниму этот корсет многострадальный. И всё равно оно будет на мне вот свободно, видите. Длина оптимальная, то есть оно не короткое, не длинное. Как раз то, что нужно. Вот. В общем, лето уже на подходе, лето заканчивается. Я решила порадовать себя платьями. Ну, что поделать. Не всегда находишь то, что нравится, то, что тебе идёт. Но я очень довольна. Напишите, как вам. У меня тут, кстати, спидкот. Это его любимое место. И после него нужно всё драить. Вот он вам зевнул на камеру. Так что, девочки, такие вот дела. Не думала я ничего покупать, но не смогла удержаться. Так что, учитывая то, что этим летом, в этом году я себе вообще не покупала платьев. Да и практически, знаете, вообще из одежды я мало что покупала. Как-то это было либо косметика в радость мне, либо что-то для дома. Вот поэтому баловать нужно себя обязательно и всегда. Я показываю такую вот пенку. Помните, я вам как-то показывала в покупках? В общем, моё разочарование. Хотя она неплохо очищает. Она не промывает до скрипа. И это действительно биопенка. Биогель, вернее. Пахнет очень вкусненько кокосиком. Но я люблю очищение лица до скрипа. Тем более, такими штуками я пользуюсь вечером. Когда у меня макияж прям такой агрессивный. Ну или, в принципе, просто подводка, тушь. Вот. И мне безумно не нравится. Я потом как панда. Мне кажется, она не очень хорошо справляется. То есть, наверное, лучше ей пользоваться утром. Для того, чтобы очистить вашу кожу. Но утром я просто не люблю такие продукты. Поэтому я отдам её маме. Вот, может, она и зайдёт. Где-то четверть я использовала. В принципе, сформировала своё мнение. И поняла, что не совсем мой продукт. Хотя, Эвелин очень радует нас качать. Девочки, всем привет. Вышла я с вами на связь. Сейчас заведу машину, а то очень жарко. Вот. У нас вернулось лето. Вернулась сумасшедшая жара. Около 35 градусов. Вот. Я в таком вот платьишке в новом, которым я вам показывала в начале этого видео. Вот. И так классно. Я его даже не гладила. Я его просто сняла с вешалки, с верёвки, где оно сушилось. И погнала. Вообще, это круто. Люблю вещи, которые не заморачиваешься на каком-то уходе. Я думаю, так не одна я. Вот. Я сейчас была на педикюре. Читала вот эту книжку. Где-то я уже на 60-й странице. Всего здесь, по-моему, где-то около 250. Очень классная книга. Она так засасывает. Настолько вот в каждом каком-то предложении можно найти какой-то посыл. Очень классно. Она настолько вдохновляет. Я сейчас нахожусь на той части, где она приехала в Рим. Где она наслаждается вкусной едой, пастой, пиццей. Их мороженым традиционным. Как она это всё описывает. Её встреча с гуру, с духовным наставником. В общем, это не может не заряжать. Поэтому, если вы ещё не читали эту книжку, то обязательно прочитайте. Вот. Чокер отдела, кстати. Я вам показывала его тоже. Мне кажется, он в тему. Вот. Сейчас заеду в магазинчик. Не знаю, буду вам что-то снимать или нет. Вообще, я так жутко соскучилась по шопингу. С удовольствием бы купила себе пару каких-то вещичек. Вот. Но сейчас у меня экономия. Потому что я слишком много денег потратила на свои преображения. Вот. Нужно сейчас немного остепениться. Вот. Ну и, конечно же, искать новые идеи. Новые идеи для заработка. Вот. Поэтому сейчас еду я в магазин. Потом заеду ещё, наверное, в Ашан. За продуктами. И всё. Буду вас, наверное, держать на связи. Девочки, мой паникунчик. Да, ну да на мойку заехать. Всё время забываем. Такой яркий сделала в этот раз. Оранжевый. Пока ещё лето. Нужно дожимать его. Наслаждаться. Девочки, показываю вам покупки нижнего белья. Купила вот такие вот трусики. Хлопковые. Конечно, они не прям секси-секси. Но здесь такие вот кружавчики. Вот они хлопковые. Очень комфортные. Очень комфортные. Такие приятные к телу. Вот. Я безумно-безумно довольна. Сейчас мне стринги противопоказаны. Поэтому буду носить такие. Милашные. Милашные. Розовенькие. Синенькие. Девочки, показываю вам свой новый уход за лицом. Купила я такие вот кремушки. Изначально шла в Еву. Просто. Из-за бытовой химии. И проходила мимо стенда. По уходу за лицом. Я ничего не планировала покупать. Потому что сейчас у меня. Дневной крем отеля Рож. Он у меня в холодильнике хранится. Он мне в принципе устраивает. На лето он очень легкий. Быстро впитывается. А на ночь я использовала. И использую. Забыла название. Я вам покажу. Сыворотки. Ordinary. Вспомнила. Я его добиваю. И в принципе меня на ночь устраивало. Но хотелось мне чего-то питательного. И тут я прохожу. И смотрю, что на гараньер. Хорошая скидка. Думаю, ну. Раз такое дело, значит сам Бог послал. И только потом я увидела, что это славанды. Вы представляете? Я купила сначала ночной крем. Потому что я изначально прочитала отзывы. Вот можете остановить, почитать. И отзывы были очень-очень хорошие на ночной крем. Говорили, что он подойдет для сухой кожи. Что он питательный. Я люблю питательные крема. Даже летом. Меня абсолютно не смущает ощущение жирной кожи. Главное, чтобы к подушке не прилипало. Все остальное мне нравится. Я его приобрела, пришла домой, понюхала. Я была в восторге. Знаете, вот как будто бы вы открыли баночку эфирного масла с лавандой. Вы знаете, кто мне давно смотрит, что я фанат лаванды. Лаванда у меня повсюду, везде. Я жить не могу без эфирки. Средства тоже я ищу везде, где лаванда есть. И вот, конечно же, я не смогла пройти мимо. Тем более, бюджетный очень уход. Вышел, получается, банка-кремушка. 130 гривен. Это сколько? 5 долларов или сколько? Ну, короче говоря, вся вот эта вот косметика мне вышла где-то гривен на 400. Конечно, я не знаю, как она будет действовать. И, наверное, разумнее нужно было поступить, купив только одну банку крема, затестить. И потом уже возвращаться за другими. Но я такой человек, либо все, либо ничего. Раз уж не подойдет, но у меня всегда есть кому отдать. Ну, и взяла догонку кремушек под глазки. Ночной дневной и под глазки. Конечно, в дневном кремушке нету SPF. Это немного грустно. Но не критично. Возможно, оставлю его на холодное время суток, если он прям будет действительно такой плотный-плотный. Еще мне нравится, что это антиэйдж. То есть это для возрастной кожи. Подойдет для борьбы с морщинами мимическими. Почему бы и нет? Попробую. Обязательно потом вам дам свой отзыв. Хотя, честно говоря, к кремам Горниер я отношусь весьма скептически. Дальше, что я вам тут принесла из кухни. Я сейчас пью. Я не пью сейчас никакие витамины абсолютно. Решила сделать такой вот небольшой перерывчик. Но я пью глицесет. Это антистрессовый препарат. Я уже допиваю. И вот тут осталось две пластинки. Пью по две штучки. Утром и вечером. Вы знаете, я стала гораздо спокойнее, как мне кажется. Гораздо... Не знаю, как-то ушла тревожность, беспокойство. Но он имеет накопительный эффект. Так что не думайте, что вот у вас сегодня какой-то там стресс. Или какая-то ситуация, которая выбила почву из-под ног. И вы выпили этот препарат, и все прошло. Нет, это такой накопительный эффект. У него нужно пить где-то хотя бы недели-две. Я его уже пью месяц. Вот допью. И приняла решение, что буду курсом его пропивать. Я думаю, лишним он точно не будет. Такая, знаете... Это не витамины. Это не такой вот препарат, да, успокоительный. Это такая вот как добавка. Бат. Вот поэтому я считаю, что очень хороший. Вот, вижу от него эффект. И давайте я вам быстренько покажу, что сейчас я делаю после своей операции. Напомню, что у меня 10 августа была операция. Сегодня у нас на календаре 19-е или 18-е. Вот как бы 10 дней. Завтра я еду снимать уже швы. И сейчас я допила курс антибиотиков. Пью такой вот препарат противоотечный. И выпила одну пачку. Еще мне пить его где-то недели 3. Как раз-то пачечка на месяц. Дальше. Вечерами я обрабатываю таким вот раствором йода. Бет-1. Обычный йод на самом деле, не знаю. И крема, который я наношу на живот, на всю область. Это такой вот леотон. Он при варикозном расширении вены. Он имеет охлаждающий эффект. Очень приятный. И такая вот мазь, она избавляет от синяков. Потому что синяки, конечно, меня пока еще не покинули. Но отечность потихоньку уходит. Вот. Мне уже гораздо легче. Вот. Сейчас вам покажусь в кадре. Мне уже гораздо легче. Я уже могу гонять по дому. Только что даже гоняла в магазин пешком. Вот. Конечно, еще тяжело мне привыкнуть к этому корсету. Сейчас очень жарко. К нам снова вернулась безумная жара. И это просто невыносимо. Вот. Сейчас. Волосы перевяжу потом. Вот. Вернулась жара безумная. Тяжело ходить в корсете. Но что поделать. Еще осталось недельку потерпеть. И все будет хорошо. Так. Сейчас вам покажу. Такие вот салфетки. Это доктор Нона. Я не знаю, знакомая с этой косметикой. Это израильская косметика. У меня на ней сидит мамочка. Вот. Она мне дала такие вот салфетки для того, чтобы прикладывать краном. Знаете, там, если у ребенка какие-то ушибы. Я достаточно скептически отношусь к этой косметике. Но напишите. Возможно, вы пользуетесь, пользовались. Я знаю, что она не из бюджетных. Далеко не из бюджетных. У них также есть БАДы и всякое такое прочее. Вот. Ну. Если что, в моей книге мне будет интересно, как вы относитесь к этой косметике. Так. Что еще вам показать? В принципе, наверное, на этом буду заканчивать свой влог. Также сейчас начала читать эту книжку. Уже прочитала, ну, не половину, но больше четверти. Моя закладка. Вот сколько прочитала. И мне очень нравится. Не могу остановиться. Если бы меня еще никто не отвлекал, чтобы, знаете, целиком и полностью погрузиться в книжечку, тогда бы вообще было очень-очень хорошо. Вот. Но с маленьким ребенком, конечно, тяжеловато. Вот. Поэтому пошла читать, наверное. Сейчас заварю себе чаек. Вот. И буду расслабляться. Всем вам желаю хорошего настроения и крепчайшего здоровья.